Добрый день! Я звоню из машины. У нас 4 часа утра. Мои все еще спят, поэтому я вошел в машину. Вы мне скажите, меня видно? Я вижу вас. А вам видно меня? Хорошо. Вас очень видно хорошо. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не против. Говорите, пожалуйста. Я, значит, выскажу свою точку зрения сначала, если вы мне дадите возможность, а потом я хочу вас высказать. Хорошо? Хорошо. Вопрос такой. Я часто вижу в ваших беседах, вы упоминаете строительство церкви, Матвея 16 глава. Так. И там указаны такие слова, что я создам... На основании того, что сказал Петр, Христос говорит, что я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. В синодальном переводе написано слово и ее. Я посмотрел другие переводы. В других переводах, в английских переводах, я не знаю, какие другие языки, но английский перевод я смотрел. И греческий оригинальный перевод, но это не перевод, а копии манускриптов, там указано слово не ее, а это. Дальше возникает вопрос. Я никогда не видел, чтобы врата были использованы с целью нападения на кого-то или на что-то. Мое мнение таково. Значит, если там указано слово «это» в оригинале, в греческом языке, а церковь — это живой организм, это невеста Христа, как вы сами упоминаете, значит, должно было быть слово «её», по крайней мере. Дальше возникает логическое рассуждение из этого. Если он сказал это, значит, человек после смерти попадает в ад, душа человека попадает в ад, до суда. Христос не был исключением, он был в райской части. Он говорил разбойнику о том, что ныне же будешь со мною в раю. Рай находится в части ада. Это другой, конечно, вопрос. Но из ада никто не воскресал и не выходил. Кроме Христа. Врата ада не удержали его там. Он воскрес и в день Пятидесятницы излил Духа Святого и создал свою церковь. Вот это такое моё рассуждение по этому поводу. Ну, теперь хотелось бы услышать ваш ответ. Ну, у вас своё рассуждение. А я православный, у нас нет рассуждения. Мы принимаем готовое, потому что перед нами прошли сонмы учителей, которых Бог поставил. И поэтому рассуждать, что рай где-то в аду находится, это смешно даже. Рай есть рай. И всегда показывают кверху. Это образно, конечно, но никак не внизу. Далее. Врата ада не одолеют её. Русский синодальный перевод не просто хороший, а лучший за две тысячи лет. Переводили четыре духовные академии. И всё отдавалось на рассмотрение синода. И в трёх присутственных дней в месяц один посвящён был принятию поступающих глав толкования. Переводчики были такой силы, каких сегодня вообще нету на земле. Вот, к примеру, еврей Александр Мень. Мы с ним беседуем. Я говорю, вы работаете с оригиналами еврейскими. Он говорит, да. Он еврей, энциклопедист. Я говорю, а вы могли бы переводить так вот Герасим Петрович, Павский, Матфея, Псалтырь, это его переводы. Или Хвольсон, Данил Абрамович. Он даже от меня отшатнулся вот так вот, сидели мы там у него. Да вы что, нет. Еврей, работающий с оригиналами. Там были гибраисты. Сравнивали с арабским, с латинским. Три греческих. Феодатиона, Симаха, Акила, переводы и Септуагинта. Четыре перевода. И это всё далее выявляется уже в толкованиях святого Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова. Так что никаких других переводов, чтобы не осквернить себя, я даже не признаю. Я их насчитывал. Перевод себе этого Касьяна. Я издавал аудио, много насчитывал. Новый сейчас русский перевод, который свидетели сторожевой башни сделали. Это всё вульгарно. И поэтому вратами ада названы гонители и еретики, которые в ад загоняют. То есть те, которые не знают Бога, как должно. Можно из Библии, а не из других каких-то трудов? Из Библии. Вы, которые сейчас говорили, это не из своих трудов же говорили, а тоже где-то слышали. На основании Библии. Я всё на основании Библии. Ну что, рай находится где-то в аду, разве это на основании Библии? Да, я могу это подтвердить. Ну ладно, значит, вы можете подтверждать, но это неправда, стопроцентная. Мне даже не надо. Я просто хотел бы узнать вашу точку зрения на основании Библии, а не на основании каких-то трудов. Вы знаете, что, как вы называете, сектанты и прочее, они не верят в труды отцов. А вот когда вы предлагаете им синодальный перевод, они в это верят. Я себя не называю сектантом, но отношусь к таким людям, которые верят только Библии. Я как бы не… и прошу меня поправлять то, что вы, например, указали мне на то, что, может быть, в чём-то я был неправ на основании своих размышлений. И поэтому буду рад, если бы вы привели пример из Библии, подтверждающие. Если вы хотите, чтобы я привёл пример тому, что рай находится в аду, я это могу сделать. Но это будет другой вопрос. Я хотел вашу точку зрения услышать. Я повторю вначале, что сказал. У меня нет точки зрения. Ни точки, ни кочки. Хорошо, а Библийский… Вы скажите всё, чтобы потом меня не перебивали, я буду отвечать. Говорите. Я ещё раз повторяю, что на основании библейских писаний, библейских текстов и оригинала в качестве греческого языка, там нету слова «её», там есть слово «это». Поэтому 2 плюс 2, если прибавить, будет 4. И когда мы обращаемся к другим текстам, вы также употребляли эти слова по отношению тысячелетнего царства, в которое я не верю, что должны библейские тексты соответствовать друг другу. Они не должны противоречить. Если есть какое-то место, значит, и оно нам кажется непонятным, мы должны его примирить с другими текстами. Поэтому я это одобряю, то, что вы говорите, и примеряю вот эти слова с другими текстами, и сделаю вывод на основании того, что рай находится в аду, и Христос, врата рая не удержали его там, он был воскрешён, он ходил по земле, люди его видели, и он создал церковь свою, также излил Духа Святого в день Присятницы. Спасибо. Вы спросили, я вам отвечаю, как понимала церковь с первого века, потому что одних поставил апостолами, вторых пророками, в третьих учителями, и отрезать третье, какие же мы тогда христиане, мы по частям размонтировали Библию, ничего в руках уже и нету. Василий Великий говорит, откуда мы имеем? Это наше предание. И Павел говорит, кто не будет принимать предание, имейте его на замечание. Предание – первичное Писание, вот в чем дело-то. А юридики, сектанты, они отбросили, и поэтому колобродят, кому как вздумается. Откуда мы это имеем? Ещё раз повторяю, Василий Великий говорит, это мы имеем из священного предания. Предание, то есть в устной форме, передавалось до написания Евангелий. Исаматфей пишет, через пять лет, Марк через семь, Лука через пятнадцать, Иоанн через тридцать пять. А как же они тогда были без Писания? Устно передавали. Устно. И вот в этом предании уже было толкование. Ну, первое, как Ирина Ильонский, Игнатий Богоносец. По-другому, зачем мне понимать, когда церковь, мученики, понимали так, как я сейчас говорю. Я повесил, вы не приняли. Ну, после второго, первого вразумления, говорят, отвращайся, еретика, бесполезное дело. Надо молиться. А человек не принимает. Я ничего не могу сказать. Я дал огромный материал, а я не верю. Значит, ответ один, не там прописан. Кто на небе прописан, тот понимает. А прописка в разных местах бывает. Меня упрекают иногда, вы отвечаете стандартно. Я говорю, мой ответ сегодня, и вчера один и тот же. Потому что он не мой. Не мой. Вот у нас идут занятия по скайпу. Я в университетах вел только в одном, 18 лет, по толкованию блаженного феофилакта. А он брал из всех святых отцов. Зачем мне умствовать глупостями? У глупца, говорит, только одно, выказать свой ум. Какая моя жизнь? Разве с ее жизнью сравнить? Еретики сумели победить церковь? Нет. А какие главные враги? Враги это гонители. Это доказывать не надо, посылая, как овец среди волков. То есть всегда были противники. Далее казнили, бросали. Церковь должна была быть уничтожена. Ничего не получилось. А далее еретики разворачивались, фронтами шли. Все сгинуло, церковь осталась. Это корабль непотопляемый. И из священного писания мы это видим не то что одно место, десятки мест, говорящие о том, что против церкви шла война. И война была такая, что, казалось, никто не выживет. Не просто гнали, а 457, кажется, тысяч, сегодня подсчитано, было сражено, убито, затравлено зверями. Это полмиллиона. А по тем временам, если вся Римская империя 120 миллионов была, это была огромная, тем более казнили и начальствующих, поэтому, зная жития святых, а это записывали нотарии тогдашние. А нам не надо. Ну, так рассуждать, разве церковь может? Разве Дух Святой покинул церковь? Я спрашиваю, а кто такой Игнатий Богоносец? Его шесть посланий осталось. А нам это не надо. Это что выходит? Дух Святой перестал действовать? А кто он такой? Это тот ребенок, которого Христос держал на руках. Таковых и Старство Небесное. Это был первый епископ Антиохии, которого в Рим отвели и бросили зверям, и он был погублен. Его шесть посланий, как не надо. А Климент Римский, ему Павел передает привет. Четыре послания. Почему их отбросили? На каком основании? Ерме передает поклон в послании к римлянам. И у нас есть пастырь Ерме. Это нельзя так вот. Библия. Когда послания все эти отбросили, остальные, которые были, мы видим сегодня, я не ручаюсь за эту цифру, но статистика говорит, 21 тысяча разных ересей. Деноминации, конфессии нет этих слов. Это сатана прикрыл слово ересь. Поэтому человека спрашивать, надо не какой конфессии, а какой ереси ты относишься. Вне церкви нет спасения. Мы возвестили это. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Я сказал, вы не поверили. Переходим к другой теме. Как один говорит, у нас несогласие с первым вопросом, говорит, переходим сразу к оскорблениям. Смешно, конечно. Я искал, исследовал все, что можно было. Обратился в Латвию 55 лет назад. Мне показано, где я обратился. Там был, на том месте. Я всех этих еретиков, какие были, близко знал. Брал их материалы, считал, конспектировал. Не просто так. Так же, как мусульманство, иудаизм, все, что конкурсианство, дацизм, я от корки до корки старался прочитать. Я страшно много смотрел. И нашел, ничего нет справедливого и правильного христианства. Ничего нет выше христианства, которое имеет великое наследие, патристика, это 300 томов. Толкование святых отцов. Почему я должен на Кронштадтского отбрасывать? Игнатия Бринчанинова, Феофана Затворника. А первые века, если взять, и Прим Сирин, Блаженный Августин, Иероним Стридонский. Это гиганты духа. А я хочу так понимать. Это воля твоя, если не там прописан. Кто на небе прописан, он внимательно слушает, как Дух Святой трудился. Я отвечаю так, как толковали святые отцы. Врата ада – это гонители и еретики. Другого толкования нет. Пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Второй вопрос. Откуда и когда появилось название «Православная церковь»? Когда я смотрю на Луну или на Солнце, я помню, был маленький, и меня дед воспитывал, и он меня на санках вез из детского сада. И я задавал такие вопросы, на которых не было ответа. И я у него спрашиваю у деда, уже темно было зимой. Говорю, а что это такое на небе? А он говорит, это Луна. Я говорю, а почему Луна? Он не знал, как мне ответить на этот вопрос. Почему Луна? Вот сейчас я смотрю на Луну. Луна – это не название. Луна – это то, что оно есть. Оно единственное в своём роде. Это Луна или Солнце. Оно единственное. Оно не требует названий. Так же самое и Церковь. Церковь – это одна Церковь, и она не требует никаких названий. Ни православная, ни какая-то другая. Христос сказал, что я построю Церковь мою. Она ему принадлежит, и не должно быть никаких названий у неё. Вопрос. Откуда появилось и когда слово «православное»? Слово «право» означает «правильно славить Бога». Это учение о Святой Троице. И слово «православие» встречается уже в I веке. Апостольские правила 85. Если вы их не знаете, я вам подсказываю. Первый Вселенский Собор идёт в 325 году. 318 епископов, какие только были, все были собраны со всего света. И приняли вот этот символ веры, наша кредо, веру во единого Бога Отца Вседержителя, Творца Неба и Земли, которая на каждой литургии поётся в храме, на каждом богослужении. Вот откуда это идёт. А почему? Появились еретики, как Ари, которые не стали признавать Троицу, а говорили, что Христос – это первое творение. Ну, как понимают так называемые свидетели Иеговы, это правильно назвать свидетели Старжовой башни, это тогда они были. И церковь на Вселенском Соборе предала их, говорится. Ересь их назвала своими именами, предали Анапими. Руководила Миарий, Пресвитер. Дали будет Монофизицу, Монофилицу, это Несторий, там против Божьей Матери. Петриарх уклонился в ересь. Церковь со всего мира собирал, это в общей сложности полторы тысячи епископов. Епископ – это область, митрополиты. Это огромная область, одному принадлежит. И они все собирались вместе, единодушно решили. Чтобы отделяться от других, видно было, православие заключается в одном молитве – «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь». И никео – цареградский символ веры, где говорится о равенстве Бога Отца, Богу Сыну, Богу Духу Святому. И сие три – суть едина. А еретики сейчас выбросили эти слова вообще из первого послания Иоанна. Совсем выбросили. Я говорю, так написано. Ну, это неправильный перевод-то знатоки. Их на суд вызвали в Англии, свидетели сторожовой басни, шестеро. Они не могли одного предложения перевести, переводчики. То есть переводили доброе в дурное. Я вам отвечаю, откуда это, по какой причине. Ну, и так необходимо. А почему мы называемся Россия? А почему Москва? Вы сказали, ну, а почему именно солнце-то? Зачем нам это как бы называть? Ну, а как же дальше-то? Никак по-другому. Это Господь так произвел. Господь создал. И в Слове Божьем мы можем сейчас прям, я могу сразу сказать, сколько раз слово солнце появляется, произнесено в 77 книгах, сколько раз луна. Так тогда мы как, совсем еще не признаем? Это никак нельзя. Это Господь сотворил так. Хорошо. Спасибо тогда большое. Слава Христу! До свидания. До свидания. Так, сейчас надо выключить. Что-то не отключается у вас? До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...